Весна только вступила в свои права, а на большинстве деревьев и кустарников уже появились цветы. Ультрамодным оттенком сияет китайский багряник. Золотистыми цветами покрылся садовый гибрид семейства маслиных «Форзиция промежуточная». Ярко-красными лепестками зацвела айва японская, но этот кустарник декоративный и плоды дает очень редко. А вот практически четыре года подряд хорошо плодоносит персея приятная или просто авокадо. На дереве уже появились бутоны и зацветет она уже через неделю. Также посетители парка «Южные культуры» своей красотой и ароматом радуют кремовые цветы редкого растения лора петалюма, известные каждому деревья сакура и плакучая вишня. Всего в парке сейчас цветет более десяти видов растений. В связи с такой погодой и такой зимой теплой, которая у нас была, как вы видели, естественно, цветение многих растений наступило на месяц-полтора раньше, чем в предыдущие годы. И раньше, чем им вообще положено природой. Но, как отмечают дендрологи, процесс цветения не только сдвинулся, но и укоротился. Так, например, цветы магнолии Суланджа уже потеряли свою ярко-лиловую окраску и опадают. То же самое происходит с магнолией Кобус. Кстати, в парке «Южные культуры» растет самая высокая в России вечно зеленая магнолия. Высота Гранд-Флоры составляет 32 метра. Вообще, этот парк имеет давнюю историю. На площади в 20 гектаров насчитывается порядка 738 видов растений практически со всех континентов. У нас парк вообще заложен по системе постоянного цветения. В любой день, годах, будь то лето, жаркое или зима, вы всегда 2-3 вида минимум цветущих найдете. Сочинцы и гости курорта также могут полюбоваться и представителями фауны. Увидеть, как под теплым солнышком нежатся черепахи, покормить гусей, уток и лебедей. И, наконец-то, почувствовать субтропическую весну.